Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность Амшен. Топонима Арцаха Кырзен. 22 марта 1920 года началась резня армян в Шуши. Поддержку Армении и Арцаха. Конференция во Франции. Неочередной доклад омбудсмена Арцаха. Поминальная церемония в Беоритце. В израильской Хайфе открылась площадь геноцида армян. Армянская идентичность Амшен. Амшенцы – это народ, с которым, к сожалению, мир плохо знаком. Для этого есть много причин. Однако одна из важнейших причин – это то, что амшенцы замкнуты. Народы, которые могут вести борьбу бок о бок, к сожалению, по большому счету делают это в своих кварталах. Эта ситуация становится причиной того, что каждая из них воспринимает других как часть большой общины, вследствие чего каждая из них считает себя меньше, чем на самом деле. Между тем, проблемы этих народов очень похожи, хоть и имеют свои специфические стороны. Основываясь на языковых и религиозных критериях, амшенскую общину можно разделить на три сегмента. Северные амшенцы, амшенцы Абхазии, восточные амшенцы, амшенцы Хоппа, западные амшенцы Баш-амшенцы, амшенцы Ризе. Полная статья доступна на нашем сайте. Топонимы Арцаха, Кырзен. Село Кырзен находится в Товузском, Товужском районе, оккупированном бакинскими властями. В древности село находилось около одного километра к востоку от нынешнего места, на правом берегу реки Кура, несколько раз подвергалось перемещениям. Наличие сохранившихся в окрестностях села старых деревень является свидетельством вышесказанного. В 1998 году древний армянский Кырзен Западной Армении был переименован Гюнешли. В XIX веке в результате частых набегов Лизгин Кырзен из богатого и благоустроенного поселения превратился в малонаселенную и бедную деревушку. Особенно разрушителем до Кырзена было внезапное нападение банды во главе Булгадара времен Шамиля во время церковного праздника. Бойня и конфискация сопровождались пленом. Оставшиеся переселенцы рассеялись по Армении и Грузии. Обосновались Ганзаки, основали села Ганзак, Саров и Ореш-Хандак. Библиографическая информация о Кырзене неизвестна. В плане максимального изучения истории села особое значение и ценность имеют надгробия, сохранившиеся на кладбище. На территории села Кырзен сохранились остатки поселения, кладбища и фундаментальной церкви. В 1919 году решением 4-5 съезда армян Арцаха Арцах был провозглашен неотъемлемой частью Армении. Мусаватские власти, имеющие тесные связи с младотурками и лично назначенные губернатором султанов, полностью заимствовали опыт младотурок во истрелению армян. В Арцахе, в частности в Шуши, стремясь почти так же повторить этапы геноцида армян. Подобными действиями режим младотурок в Османской империи мусаватской власти в Арцахе пытались расколоть армянское население, лишив возможностей самоорганизации и самозащиты во время массовых погромов. 20 марта султанов дают три дня армянам, чтобы сложить оружие. Утром 22 марта азербайджанские военные начинают обыск домов армян в Шуши. Под видом разоружения началась новая резня армян в Шуши. 23 марта во главе султанова турецкие офицеры, татарские солдаты, курдские бандиты и фанатичная мусульманская толпа ворвалась в армянский квартал Шуши, начав резню мирного населения, не жалея женщин, стариков и детей. Шуши был почти полностью сожжен. Спавшаяся часть армян Шуши, насчитывающая 5-6 тысяч человек, бежала в Варанду и Дизак. Здесь за три дня было разрушено и сожжено 7 тысяч домов. Согласно некоторым источникам убито 12 тысяч человек. Правительство Западной Армении, с ожелением, напоминает, коренной народ продолжает подвергаться геноциду и расчленению. Именно поэтому мы заявляем, что являемся продолжением государства Армении Нубара Паши. Пользуясь случаем, мы еще раз заявляем, что власти Баку ничуть не поменяли свое истинное лицо. Напоминаем, мы тысячелетний коренной народ, имеющий свой облик, культуру и государственность. В Сенате Франции состоялся форум в поддержку Армении и Арцаха, в котором участвовали выдающиеся представители французских интеллигенций и парламентариев. Французская интеллигенция выразила глубокую озабоченность последовательными откровенным проявлениям Азербайджаном армянофобии и этнической чистки, озвучив тревогу в связи с экзистенциальными угрозами народу Арцаха, призвав международное сообщество незамедлительно предпринять шаги для стлятия блокады Арцаха и гарантирования права армян Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле. В завершение форума с заключительной речью выступили председатель группы дружбы Франции и Армении в Сенате и Национальном собрании Жильбер Люк и Девинас Ан Лоранц Петель, председатель круга дружбы с Арцахом Франсуа Пупони и представитель Арцаха во Франции Ованес Гебуркян. Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян 21 марта опубликовал внеочередной доклад, в котором всесторонне и подробно по ста пунктам представлены данные о нарушениях семи личных прав, прав пяти уязвимых групп и четырех коллективных прав. Наряду с полной блокадой Азербайджан намеренно нарушают нормальную работу жизненно важных инфраструктур Арцаха – газноснабжение, электроснабжение и связи и коммуникации с целью еще большего обострения и без того тяжелого гуманитарного кризиса, причинение человеческих страданий и уничтожение коренного армянского населения Арцаха посредством физического и психологического террора. Создание невыносимых условий для жизни и этнической чистки. В докладе отражены нарушения прав человека в результате 100-дневной блокады. Правительство Западной Армии в 2021 году реагирует на обращение коренного народа, насильственно депортированной из Шуши обратилась в Международный суд по правам человека, который принял более 10 заявлений. Процесс продолжается. После первого судебного процесса будут заслушаны все остальные жалобы против властей Баку. Полная статья доступна на нашем сайте. 24 апреля 2023 года в 11.00 в Биаритце состоится церемония поминовения жертв геноцида армян. Культурная ассоциация Огурмения, страны Басков или Баскония, Франция и Армения приглашают принять участие в 108 годовщине геноцида 1915 года, совершенного против армян. Официальная церемония состоится у обелиска военного мемориала Биаритца в присутствии мэра Майдера Аростеге и прочих лиц. Ассоциация Огурмения желает встретиться со многими из вас, чтобы воздать дань уважения жертвам геноцида и их детям, которые несут боль трагедии, признанной Францией, но еще отрицаемой турецким государством. В израильском городе Хайфа открыли площадь геноцида армян. Установлен и соответствующий указатель. Об этом сообщил глава канцелярии Иерусалимского патриархата и армянская община. Предполагается, что на этой улице будет установлен памятник, посвященный геноциду армян. Напомним, что 25 октября 2022 года городской совет Хайфы признал геноцид армян. Автор проекта мемориала – член городского совета Хайфы Нир Шупер. Еще в 2020 году такое решение принял городской совет Петах-Тикве. На торжественном мероприятии присутствовали и выступили мэр Хайфы Эйнат Калис, посол Армении в Израиле Арман Акопян, представитель армянского патриархата Иерусалима Тер-Ахан Аббеха и прочие должностные лица. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение. Звучит музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...